И вот однажды я пришел утром на работу, и вдруг не стал работать, а вышел на улицу. Абсолютно без всякого сознания, но в каком-то состоянии очень странном. Зашел в ворота Дома России, Сретенский бульвар, 6 дробь 1. Я открыл дверь в этот подъезд черный и стал подниматься по лестнице. И только я остановился, с пролета лестницы появился пожилой человек и сказал такой фразой, «Вы хотите построить мастерскую?» И я буквально как во сне говорил, здесь поднять, сделать окно на север, вот это там, где большое длинное окно. Тут в другом месте сделать окно поменьше. Короче говоря, все, что вот вы видите в мастерской, это полностью я придумал в одно мгновение. И так я приобрел свое место, потому что я сразу же поселился в мастерской и стал прекрасно жить. Я приходила очень часто. Меня поражало, что здесь невероятное спокойствие, атмосфера отрешенности. Вот мир не существует, вот вы даже не слышите ни шума Москвы, ничего. Ты сидишь и играет музыка, Илья там сидел, рисовал за столом. Вот на этой всей стене висели рисунки, там стояли картины. А я сидела, читала музыка, играла, и совершенно замечательно можно было выключиться из реальности. Ну, была студия художника. Сейчас это вот тут еще как бы остается что-то. А там, конечно, не художественное пространство, а немножко офис такой. Это, конечно, нужно было переделывать. Очень трудно сказать, что изменилось. Все изменилось, конечно. Как бы и мебель не та, и пол не тот, и лампы. Сама атмосфера сейчас другая. После отъезда Ильи Кабакова в 86-87 годах здесь несколько десятилетий находился институт проблем современного искусства, президентом которого является Иосиф Апштейн. И, понятно, у этого пространства возникла своя новая история. Здесь учились очень многие и искусствоведы, и молодые художники. Мы все прекрасно понимаем, что перед нами стоит очень сложная задача. Как сохранить все, что осталось от того времени, как восстановить эту атмосферу. При этом, конечно, мы не хотим превратить это пространство только в мемориальную мастерскую. Мы хотим сделать здесь музей истории московского концептуализма и конкретных планов, где что будет, еще нет. Мы работаем над концепцией этого пространства, этого музея, заниматься этим будет отделом новейших течений Третьяковской галереи. Начало этого погружения зрителя в мир 70-х, 80-х, в мир московского концептуализма, в мир Ильи Кабакова должно начинаться с того момента, как посетители открывали бы дверь на чердак. Жильцы дома таскали на чердак этот и бросали на этом чердаке шкафы свои, кресла, стулья, чтобы приобрести новую советскую мебель, выбрасывали изумительные старые вещи. Я не купил ничего буквально. Все оказалось лежащим на чердаке. Из шкафа я распилил и сделал себе вот этот диван. Я не знаю, стоит ли он сейчас. Самое ценное, что там было, это три иконы. Жильцы в целях, видимо, как бы спасения этих вещей решились тоже отправить на чердак. Я их почистил и повесил у себя на стенке, вот там, где жилое отделение. В углу мастерской стоит изумительная мраморная скульптура. Я шел в мастерскую, вдруг пошел страшный ливень, и я толкнул дверь в какой-то подъезд и увидел бюст вот этот. Там сидело двое малых каких-то, слесаря. Я говорю, а можно купить у вас? Да, можно, говорит. Я говорю, сколько стоит? Две бутылки. Договорились. Я говорю, ну только надо поднять на мой чердак. Не проблема. И вот эти два мужика в ожидании этой водки взяли эту скульптуру и поперли ко мне по черному ходу, по чердаку этому со страшному, где были эти две дощечки, только лежали. Как они это дотащили? Внесли в мастерскую и поставили то, куда я сказал. То есть на то место, где сейчас она и стоит. Атмосфера зависела, конечно, от хозяина. Гостик только вечером, он никогда днем никого не пускал. Он работал, у него до пяти он работал. Он работал и только принимал в свете. Значит, работа до пяти. И потом либо он шел в гости, или люди приходили сюда. Здесь всегда было место для сбора друзей, гостей. В основном это, конечно, очень близкие. Где-то Булатов-Васильев, это пивовар. Показывали работы друг другу, обсуждали, приходили с концертами. Больше всего я боялся, чтобы ко мне забрались или ходили без разрешения. Поэтому к телефону я подходил и отвечал детским голосом. Алло! И если это был приятель, то я тот, кто я считал нужным, то я отвечал уже нормальным голосом. А так притворялся, что там ребенок какой-то есть. И люди думали, что они не туда попали. Они делали то, что официально в любой момент могли подойти и арестовать за это, и выгнать, и с работы. Он на четыре года потерял работу в издательстве, когда его рисунки напечатали в душу, напечатали за границей, в Италии, с комментариями. Его вызвали и спросили, каким образом это туда попало. И он потерял работу. Мы хотим, чтобы здесь была восстановлена та атмосфера, которая царила в 70-е, 80-е годы. Но, тем не менее, это не должно быть такой мертвой музейной археологической экспозиции. Мы хотели бы, чтобы за этим столом под абажуром, который сохранился, который мы, конечно же, отреставрируем, собирались люди и обсуждали какие-то важнейшие вопросы развития современного искусства. Хотим, чтобы здесь также бурлила художественная мысль. Конечно, будем работать с теми из современников Ильи Кабакова, которые бывали в этой мастерской и которые очень много сделали для того, чтобы русское искусство, отечественное искусство 70-х, 80-х годов получило всемирное признание для того, чтобы этот феномен, московский концептуализм, был оценен во всем мире в не меньшей степени, чем достижение художников русского авангарда. Рассказать все, что было в этой мастерской, не представляется возможностью. Поэтому я сейчас прекращаю. Всего доброго. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok